hola amigos привет друзья меня зовут роман для тех кто не знает последние 25 лет я живу в европе и три года назад мы с семьей переехали из финляндии в испанию сегодняшний выпуск я хочу посвятить тому сколько денег мы тратим ежемесячно на проживание в испании и насколько ли это дороже или дешевле жить здесь чем в финляндии итак готовьте свои любимые напитки устраивайтесь поудобнее и погнали те кто еще не успел подписаться на мой канал подписывайтесь чтобы не пропустить новые интересные видео а также ссылки на мой телеграм и инстаграм будут в описании начну с того почему же все-таки испания а не португалия италия или какая-то другая южная страна конечно же большинство людей выбирают испанию из-за климата и мы не были тому исключением после 20 лет жизни проведя в холодной финляндии мы также загорелись большую часть времени проводить море солнышко к моменту нашего переезда в испанию мы уже были в таких странах как португалия черногория франция италия объехали все побережье средиземного моря с юга на север испании и облюбовали для себя коста бланка несколько лет сюда приезжали как туристы и решили остаться здесь почему ну во первых потому что южное побережье испании достаточно холодная из-за холодного течения португалия также очень холодный океан франция и италия показались нам слишком дорогими странами ну а в черногории мы просто не знали чем бы себя занять в не сезон конечно же мы читали мнение иммигрантов на форумах о том как им живется в той или иной стране сравнивали свои ощущения с этими странами в итоге мы решили рискнуть и покинуть благополучную финляндию и вот мы в испании много лет подряд когда мы приезжали туристами из финляндии в испанию мы тратили в два раза больше денег на продукты чем у себя дома в финляндии хотя цены в испании на продукты значительно ниже и все это потому что нам хотелось попробовать всего как можно больше всего того чего не было в продаже в финляндии или это было существенно дороже когда же мы переехали в испанию то первые несколько месяцев чувствовали себя как туристы и тратили достаточно много но со временем успокоились во времена жестких пандемийных ограничений и отсутствием практически полным отсутствием заказов по работе нам удавалось тратить в месяц около 250 евро на еду сейчас же средний чек в магазине на неделю составляет около 100 евро и да мы не питаемся в кафе и ресторанах ежедневно как большинство испанцев и так основную статью расходов питания мы обозначили я сейчас не говорю про жилье так как она у нас свое но для тех кто собирается снимать квартиру в испании стоимость аренды будет составлять от 500 до 3000 евро в месяц все будет зависеть от величины квартиры и от локации а для тех кто собирается приобретать недвижимость в испании я отдам ссылочку на наш отдельный канал присоединяйтесь еще одна статья расходов для собственников жилья она никак не касается арендаторов это плата за коммунидат то есть плата за пользование придомовой территории это лестничные клетки уборка гаражных помещений уборка придомовой территории стрижка газонов очистка бассейна и так далее и тому подобное для нас эта плата составляет 125 евро в три месяца следующая статья расходов это плата за электричество в собственной квартире у нас от нас составляет приблизительно 80 100 евро в месяц стоимость воды в испании зависит от того сколько вы будете ее тратить в нашем случае у нас получается порядка 30 40 евро в месяц еще одна статья это транспортные расходы к своему стыду я даже не знаю сколько стоит автобус по слухам это что-то около 1 70 евро около 2 евро за одну поездку причем что самое интересное здесь нет никаких скидок на детей и на взрослых в отличие от финляндии где стоимость транспорта строго дифференцирована от возраста то есть взрослый платит больше маленький не платит совсем вплоть до достижение по моему семи лет и далее идет 50 процентная скидка на учебные проездные также финляндии скидка существует для всех студентов в транспортные расходы я бы также наверное включил стоимость топлива поскольку я не пользуюсь общественным транспортом для меня это актуально и так стоимость бака топлива в данных реалиях составляет около 100 евро бака нам хватает приблизительно на три недели использования автомобиля если мы не путешествуем еще одна статья расходов которые я бы выделил эта школа в нашем случае дети ходят в государственную школу школа совершенно бесплатно так же как и учебники единственной детки которые остаются в школе во второй половине дня доплачивают за питание также я плачу раз в год за техосмотр за техобслуживание автомобиля это стоит 60 евро и два раза в год поменять масло с фильтрами это тоже обходится порядка 80 90 евро за одну смену масла на станции медицина в испании бесплатная но платные лекарства и что интересно лекарства выписанные по рецепту в государственной клинике купить в аптеке существенно дешевле идет какая-то год дотация государства в этом испания очень похожа на финляндию так как медицинское обслуживание для детей и для взрослых в принципе бесплатно однако же многие люди как в испании так и финляндии кроме возможности пользоваться бесплатной медициной также предпочитает иметь платную медицинскую страховку особенно в испании это актуально где в медицинских учреждениях очень большие очереди а попасть в платную клинику намного проще и меньше сидеть в очередях платная медицинская страховка обходится на взрослого приблизительно в 60 евро на ребенка эта страховка обойдется в 40 евро мы платим на нашу семью порядка 170 евро в месяц за пользование платной медициной платная медицинская страховка покрывает все расходы включая операции единственное первые восемь месяцев после заключения договора на медицинское страхование вы не можете себе позволить какую-то срочную и дорогую операцию по прошествии восьми месяцев ваша страховка будет покрывать практически все расходы единственное что огорчает в испании здесь государственные клиники не предоставляют услуги стоматологов финляндии например услуги стоматологов для детей учащихся в школе полностью бесплатны вплоть до достижения 17 лет в испании все люди вынуждены обращаться в частные клиники для того чтобы починить свои зубы еще одна статья наших расходов это налог на жилье и вывоз мусора в нашем случае налог составляет около 600 евро в год и вывоз мусора 80 евро еще одна статья расходов для нас это высокоскоростной интернет и три мобильных телефонов включающих мобильный интернет скорость домашнего интернета 600 мегабит в секунду и соответственно три телефона имеющие на три линии 60 гигабайт интернета в том числе мы платим за пользование русскоязычным телевидением она на маху обходится приблизительно в 13 евро в месяц ну и далее можно поговорить о хобби здесь сумма безгранична все зависит только от ваших доходов и ваших пристрастий например сводить ребенка в кружок будет обходиться вам приблизительно от 5 до 20 евро за одно посещение увлечение взрослых также можно уложить в эти деньги но опять же все зависит от вида спорта или вида увлечений ну вот в целом я перечислил все свои расходы пожалуйста поделитесь в комментариях чтобы вы смогли дополнить в этот список а на этом у меня все спасибо что досмотрели до конца ставьте лайк этому видео ждем вас в испании adios amigos